книга открытым оком том 26 вопрос 3853 тема смерть если пометование о смерти смиряет человека тогда вся его инициатива будет равна нулю если бы все так смиренно воспринимали неизбежный свой исход то что вообще изобрело бы человечество так и жили бы в каменных трущобах отвечает игнатий тихонович и лапкин по большому счету если жить для царствия небесного то очень многого и не нужно было бы простое дело машина но посмотрите сколько их на улице неужели они все нужны и без них так трудно день прожить а люди сами поставили себя в зависимости от многих факторов и от многих не знаем их имя люди не знаем их имя людей бензин продукты далеко не первой необходимости когда на то нет божьего согласия как не страдай она любя душа увы не выстрадает счастье не может выстрадать себя душа душа которая всецело одной заветной отдалась любви и одной дышала и болела господь тебя благослови о милосердный всемогущий он греющий свой им лучом и пышный свет на воздухе цветущий и чистый перл на дне морском 1865 год эфи тючев экклесиаз 6 3 7 если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы еще умножились дни жизни его и душа его не наслаждалась бы добром и не было простите еще умножились бы дни жизни его но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения то я сказал бы выкидыш счастливее его потому что он напрасно пришел и отошел во тьму его имя покрыто мраком он даже не видел и не знал солнца ему спокойнее нежели тому а тот хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром не все ли пойдет в одно место все труды человека для рта его а душа его не насыщается я шагал по земле была зябка в душе я крест я тащил на усталой спине свой единственный крест было холодно так что во рту замерзали слова и тогда я решил этот крест расколоть на дрова я разжег и разжег я костер на снегу и стоял и смотрел как мой крест одинокий удивленно и тихо горел а потом зашагал я опять среди черных полей нет креста за спиной без него мне еще тяжелее роберт рождественский псалом тридцатый стих 20 как много у тебя благ которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими сирахов 41 1 много трудов предназначено каждому человеку и тяжело иго на сынах адама со дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к матери всех люблю сей божий гнев люблю сие незримо во всем разлитое таинственное зло в цветах в источнике прозрачном как стекло и в радушных лучах и в самом и небе рима то все тоже высокая безоблачная твердь все также грудь твоя легко и сладко дышит все тоже теплый ветра верхи дерев колышет все тот же запах роз и это все есть смерть как ведать может быть и есть в природе звуки благоухания цветы и голоса предвестники для нас последнего часа и усладители последней нашей муки и ими то суде посланник роковой когда сынов земли из жизни вызывает как тканью легкую свой образ прикрывает да утаит от них приход ужасный свой 1830 год тючев 3 езд в 1234 он по милосердию избавит остаток народа моего тех которые сохранились в пределах моих и обрадуют их доколе не придет конец день суда о котором я сказал тебе вначале мужичка бедняка господь бог наградил душу теплую дал и умом наделил да злодейка нужда и глупо и сильно закидала его ссором грязью она едким дымом в избе и курной и сырой выедает глаза души до зимней порой то работа в нем в мочь то расправа и суд молодца силача в три погибели гнут присмирел он притих речи скупа ведет из-под лобья глядит силу в землю кладет захерей его конь бедный черт виноват плаксу бабу бронит и голодных ребят пропадай дескать все на печь ляжет ничком вихрь крышу развей с горя все нипочем а как крикнут пожар не зови и не тронь на чужое добро рад и в дым и в огонь коли хмель в голове загуляет душа тут ты горя прошло тут ты жизнь хороша на дворе под дождем он на зипун распахнет про леса и про степь да про волгу поет просыпался проспался где упал и притих он опять впред перед всеми готов шапку рваную снять схватит и немочь молчит только зубы сожмет скажут смерть подошла он рукой махнет 1857 год и с никитин притчи 31 6 дайте секеру погибающему и вино огорченному душою пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании первое коринфянам 410 мы безумны христа ради а вы мудры во христе мы немощные а вы крепки вы в славе а мы в бесчестии не дай мне бог сойти с ума нет легче посох с ума нет легче труд и глад не то что по разумам моим я дорожил не то чтоб с ним расстаться был не рад когда оставили меня на воле как бы резво я опустился в темный лес я пел бы в пламенном бреду я забывался бы в чаду не стройных чудных грез я обзаслушивался и я обзаслушивался волн и я глядел бы счастья полн в пустыне небеса и силен волен был бы я как вихрь роющие поля ломающие леса да вот беда сойди с ума и страшен будешь как чума как раз тебя запрут посадят на цепь дурака и сквозь решетку как зверка дразнить тебя придут а ночью слышать буду я не голос яркий соловья не шум глухой дубров а крик товарищей моих на брань смотрителей ночных до виск до звон оков 1833 год александр сергеевич пушкин первое царств 2113 и изменил лицо свое пред ними и притворился безумным в их глазах и чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей деяния 1727 дабы они искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас не рыдай так безумно над ним хорошо умереть молодым беспощадная пошлость не тени положить не успела на нем становись пред ним на колени украша его кудри венком перед ним преклониться не стыдно вспомни сколько пали в борьбе сколько раз уже было тебе за великое имя обидно а теперь его слова прочна под холодную крышкой угроба на нее не наложит пятна не ошибка не сила не злоба не хочу я сказать что твой брат не был гордой волей богат но ты знаешь кто ближнего любит больше собственной славы своей то ты славу сознательно губит если жертва спасает людей но у жизни есть мрачные силы у кого не слабили шаги перед дверью тюрьмы и могилы долговечность и слава враги русский гений издана венчает тех которые мало живут о которых народ замечает у счастливого не другим руд у несчастного друг умирает тысяча восемьсот шестьдесят восьмой год некрасов евангелие от матфея 24 14 и проповедано будет сей евангелие царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец 1 коринфянам 15 24 а затем конец когда он предаст царство богу и отцу когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу